Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас заключительный ролик по жанрам, в котором мы рассмотрим так называемые жанры фантастики панки. Что ж, поехали! В основном все жанры панки разделяются на три категории. Футуризм, ретро-футуризм и фэнтези. Начнем с футуризма и первым рассмотрим жанр киберпанк, который собственно и стал основателем прочих панков. Ключевые критерии этого жанра это экономический и моральный упадок общества на фоне высоких технологий. Как правило, киберпанк описывает антиутопичное будущее. Стоит отметить, что киберпанк имеет свои поджанры. Например, посткиберпанк, в котором снижен или отсутствует антиутопичный акцент. Однако имеет место быть мнение, что киберпанк и посткиберпанк абсолютно идентичны лишь за одним исключением. В киберпанке повествование строится вокруг одиночки, человека вне системы, который действует ей наперекор. А в посткиберпанке же наоборот. Главным действующим лицом является человек из системы, ее представитель. Если исходить из этого мнения, то примером киберпанка будет Джонни Мнеманек. А вот бегущий по лезвию скорее посткиберпанка. Еще одним поджанром киберпанка является наупанк, где акцентируется внимание на существующих современных технологиях, которые могут создавать иллюзию футуризма. Как пример, старый добрый фильм «Хакеры». Идем далее. Жанр биопанк. Этот жанр имеет схожие с киберпанком критерии и даже часто с ним пересекается. Однако в центре внимания находятся биотехнологии, генетическое программирование, эксперименты над людьми и так далее. Хорошим примером послужит фильм «Гатака». Следующий у нас «Нанопанк». Жанр, описывающий фантастические миры, в которых акцентируется внимание на нанотехнологиях. В качестве примера выступит полнометражное аниме «Агент Вексел». И думаю, закончим с футуризмом на космопанке, который обычно имеет черты вышеописанных поджанров, но в картинах жанра имеется возможность космических полетов. Хотя, как правило, события происходят в условиях одной звездной системы. Полагаю, примером может выступить сериал «Килл Джойс». Теперь перейдем к ретро-футуризму. В этой категории нам показывают продвинутые до фантастичности технологии различных эпох. Наиболее известным из ретро-футуризма является жанр стимпанк, в котором главная составляющая – это технологии времен промышленной революции. Обычно считается, что в стимпанке должны фигурировать только технологии на пару, однако это заблуждение. В качестве примера стимпанка выступит фильм «Дикий-дикий запад». Далее быстро пройдемся по прочим видам ретро-футуризма. «Дизельпанк». В нем в основном фигурируют технологии первой половины 20 века. Примером послужит фильм «Небесный капитан» и «Мир будущего». Несмотря на то, что зачастую в «Дизельпанке» окружающий антураж выполнен в стиле Первой мировой, в жанре могут показываться и другие эпохи, и даже постапокалиптичное будущее. К примеру, серия фильмов «Безумный Макс». Следующий у нас «Теслапанк». В этом поджанре технологии представляют из себя различные вариации на тему изобретения Николы Теслы. Примером послужит фильм «Престиж». Далее идет «Атампанк». Чаще всего этот жанр отражает атмосферу холодной войны, а также ядерный постапокалипсис, но также может показывать космическое будущее и прочие его варианты. Наиболее широко «Атампанк» представлен в фантастике 50-х-60-х годов, с ее лучами смерти, нелепыми роботами, огромными компьютерами и прочими атрибутами тех лет. Еще один жанр ретрофутуризма – это «Клокпанк». Визуальная эстетика «Клокпанка» основана на эпохах Возрождения и Просвещения, а технологии представлены различными заводными механизмами и зачастую могут основываться на идеях Леонардо да Винчи. Думаю, в качестве примера подойдет фильм «Хранитель времени». Схожим по эпохе с «Клокпанком» является жанр «Ветропанк», в котором акцент сделан на использовании ветра. Техника в нем представлена парусными судами, дирижаблями и даже парящими городами. Сложно вспомнить яркий пример жанра, но думаю, частично подойдет фильм «Мушкетеры» 2011 года. Продолжит список панков «Стоунпанк». Этот жанр показывает эпоху каменного века, а технологии в нем, если можно их так назвать, созданы из палок и камней. Как правило, этот жанр носит иронический характер. Сложно найти пример из «Тоунпанка» на экранах, но думаю, подойдет мультсериал «Флинстоны». Далее у нас «Сандалпанк». Этот жанр основан на периоде античности. В нем могут фигурировать различные устройства в духе Архимеда и Герона, а также схожие мифические девайсы от не менее мифических личностей, таких как Дедал. И закончим с ретрофутуризмом на жанре миддлпанк, который отражает средневековый энтураж и базируется на продвинутых устройствах этой эпохи, таких как арбалеты, осадные орудия и прочих. Кроме того, жанр может описывать события, показывающие появление в средневековье более продвинутых технологий и последующие последствия. А теперь перейдем к панкам из категории фэнтези. Первым упомяну – манопанк. В этом жанре технологические устройства приводятся в действие при помощи магии. К примеру, заряженными маной и кристаллами, магами и прочими магическими способами. Зачастую этот жанр перекликается с жанрами ретрофутуризма. Примером манопанка отчасти можно назвать мультсериал «Аватар. Легенда о Коре», где в республиканском городе электричество на станциях вырабатывают маги огня. Еще одним необычным жанром является стичпанк. В этом поджанре зачастую постапокалиптичный и мрачный мир вместо людей населяют живые куклы. Ярким примером жанра послужит мультфильм «Девять». Дальше идет «Эльфпанк». В «Эльфпанке» показывается современный мир, который, однако, помимо людей, населен различными фэнтезийными существами, такими как эльфы, орки и прочими. Примером «Эльфпанка» может послужить фильм «Яркость». Следующим идет «Мифпанк». Жанр характерен тем, что в нем различные мифы и сказания переосмыслены на современный лад. «Мифпанк» обычно тесно переплетается с магическим реализмом. Полагаю, в качестве примера подойдет сериал «Американские боги». И заключительным в фэнтези-панках является «Дримпанк». Как понятно из названия, этот жанр базируется на снах, их смысле и силе. Так как для жанра нет границы между реальностью и вымыслом, его представители часто довольно сюрреалистичны. Что касается примеров, то думаю подойдет аниме «Паприка». Из известных панков, пожалуй, еще можно выделить «Десертпанк», показывающий выживание в бескрайних пустынях, а также «Сплеттерпанк», основывающийся на пороках и чрезмерном насилии. Все же прочие панки малоизвестны и часто базируются лишь на одной единственной книге или рассказе. А на этом у меня все. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, а также не забудьте подписаться на мой канал и вступить в мою группу ВКонтакте. И до новых встреч!